Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Тверской области к отопительному периоду 2019-2020 годов. Основная тема заседания регионального правительства. Все подробности в первом материале выпуска. По количеству фондов жилищно-коммунального комплекса Тверская область находится на пятом месте среди центральных регионов России. Это говорит о том, что большое количество объектов должно было пройти подготовку к осенне-зимнему периоду. По данным регионального министерства энергетики ЖКХ, во всех муниципалитетах принято постановление о начале отопительного сезона до 1 октября. В течение летнего периода 2019 года подготовку к работе в зимних условиях прошли более 800 котельных. Почти 2000 км тепловых сетей идут в ровном числении, 6000 км сетей водоснабжения, 2500 км сетей водоотведения и 6000 км электрических сетей. Особое внимание подготовки к зиме социальных объектов. По информации отраслевых министерств и ведомств региона, в Тверской области полностью завершена подготовка к осенне-зимнему периоду областных подведомственных организаций сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта. На сегодняшний день по информации, которую нам поступает от глав муниципальных образований, часть из них уже подключили централизованное отопление для жилого сектора и социальных учреждений. Большая роль в этом вопросе отводится главам муниципальных образований, которые лично должны, так же как и наши сами коллеги, министерства ЖКХ, министерства территориального развития, министерства строительства, руководители отраслевых министерств, ногами пройти территорию и проверить ту информацию, которую мы сегодня получаем. Повышение надежности тепловода и электроснабжения потребителям – ключевые задачи. Сейчас завершаются работы на объектах Тверской генерации и Тверь водоканала. Тверской генерации выполнен стопроцентный план по подготовке ЦТП тепловых узлов, находящихся в нашем обслуживании. Также выполнена программа ремонта котлов на котельных. Кроме одного котла, на котельной ВК-1, мы его закончим где-то к 15 октября. Но ремонт этого котла, он не влияет на запуск топительного сезона. Он больше как у нас резервный для периода низких температур. Но, тем не менее, он тоже будет закончен. Есть, конечно, и проблемные точки, которые вызывают опасения у ресурсников. Но и к непредвиденным ситуациям они готовы. Сейчас основная задача осталась, в большинстве случаев, благоустройство, пока работают асфальтовые заводы, привести город в порядок после всех наших разрывов. Кроме того, обеспечена подготовка к зиме электросетевых организаций. Тысячи километров сетей в этом году ремонтированы. Введены в строй 548 километров сетей. Класса напряжения 6-10 километров. Были заменены голый провод на изолированные, что позволит обеспечить более надежное электроснабжение для потребителей. Демонтированы более полутора тысяч трассов отрых подстанций. К отопительному сезону выполнен ремонт оборудования АО «Газпром» «Газораспределение Дверь». Проведена диагностика 180 километров газопроводов. Создан резерв ресурсов. В целом, в 2019 году правительством региона значительно увеличен объем финансирования мероприятий по модернизации капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей и котельных. Это более 590 миллионов рублей, что в три раза превышает объемы 2018 года. Заметно, что повышение качества оказыванных услуг существенно. Полагаем, что надо дополнительно предложить усилия, чтобы мы работали не в рамках календарного графика, а именно по ситуации. Если погода изменилась и есть похолодание, то наша задача обязательно учесть пожелания населения в части включения социальных учреждений, как минимум детские сады, школы и больницы, учреждения социальной защиты. Отметим, что в регионе создан нормативный запас топливом. Кроме того, обеспечен областной резерв материально-технических ресурсов. В него вошли мобильная котельная станция, водоочистки, дизель, генераторы, трубы, арматуры, насосы, тепловые пушки и электрокабели. Продолжение следует...